Друзья, привет! Сегодня мы поговорим с концепт-художником, который сделал довольно-таки головокружительную карьеру в графике. Он начинал с веб-дизайна и пришел в итоге к серьезным киношным проектам в канадском Double Negative NEC. Он поработал на сложных проектах, покутешествовал в связи со сменой места работы. Он об этом сам еще расскажет обо всем сегодня. Итак, встречайте. Николай Розуев. Коля, привет! Всем привет! Долго я репетировал, думал, как бы со всеми поздоровался. В общем, придумал такую фразу. Приветствую всех любителей концепт-арта и компьютерной графики. Наверное, это обобщит всех ваших зрителей. И сочувствую. Сочувствую. Ну, знаешь, как это говорили. Я рисовать не умею, но я сочувствую. То есть, я сочувствую посмотрю. Так, слушай, ну скажи, давай сходу прямо в карьер. У тебя же нет художественного образования? Ну, так как академического. Ну, вообще нет образования. Ну, как бы образование есть техническое, но художественного образования не было. Никогда не было возможностей. Вот, и у меня немножко такой комканный путь к концепт-арту получился. Как ты успел сказать, что я начал как веб-дизайнер в далеком 2007-2008 вебу. Да, и это было абсолютно, наверное, удача, потому что у меня тогда и особо портфолио не было. А учился ты вообще на кого? Ты же учился в Радиотехническом институте, да? Да, я учился на Радиоинженера в Санкт-Петербургском ЛАТИ, Государственный электротехнический университет. Вот, закончил его благополучно, не благополучно, но как-то закончил, в общем. И после окончания я понял, что на протяжении всего обучения я понимал, что это не мое вообще. И, ну, это было только ради того, чтобы получить высшее образование, не пойти в армию и, ну, как-то, ну, короче, выжить, да? Вот, и в конце пятого курса я начал какую-то работу искать, у меня были, было хобби связанное с фотошопом, я неплохо знал фотошоп. Вот, и стал смотреть, чем бы я мог зарабатывать, ну, делая что-то на компьютере, рисуя что-то, вот, дизайнить, в принципе, кое-как что-то пытался друзьям там и знакомым. Вот, и стал рассылать на веб-дизайн, потому что тогда это был такой бум своего рода особо профессионалов и таких вот, ну, как сказать, нигде этому не учили, можно было сказать, что ты это умеешь, вот, и можно было устроиться в студию и работать с веб-дизайнером, ну, и параллельно учиться. Вот, и мне так повезло, меня взяли в одну студию, после этого много разных мест поменял, и потом перешел и больше на иллюстраторскую должность, немножко поардирил, и потом, в общем, начались путешествия разные, меня засосало, в общем, такая долгая история, но много чего перепробовал, смежных профессий было очень много, они всегда были связаны с графикой, ну, с фотошопом, с графикой, 3D-графикой, вот, но вот, слава богу, нашел какой-то определенный русло, в котором уже планирую двигаться, вот, и рад, что вышел на Динек, и, ну, вот, и вообще, концепт-арт для игр, для кино, мне очень интересно. Слушай-ка, а как ты вообще дошел, ну, вот, веб-дизайн, да, ты делал интерфейсы, ты рисовал сайты, ну, концепт-тилы, да, создавал в ферстале, ребята, как ты пришел в иллюстрацию, как ты этому учился? А, по-моему, как ты даже делал директорство, ну, то есть, это не очень простое... А, ну, если, да, если это интересно, я могу рассказать, просто, ну, такое было тоже, я никогда не знал, что так будет, да, это было просто, выдавалась возможность, я ее брал, и, в принципе, все в жизни так происходит. Вот, так получилось, что все дизайны, которые я делал для Беба, они были основаны на иллюстрации, когда был популярный техдизайн, все эти вот красочные красивые картинки, очень карамельные, разрисованные, когда шапка сайта огромная, и сам сайт, там, пару кнопочек, вот, мои дизайны. Вот, и в какой-то момент я понял, что, ну, в самой, в самом дизайне, эргономике, вот это, UI, UI, я ничего не понимаю, потому что это все-таки нужно книжки читать, образование получать и, ну, развиваться в этом плане. Мне больше нравилось рисовать в фотошопе, вот, и 90% это была картинка, и дальше сайт, вот, и просто по онлайн-урокам, по форумам разным я смотрел, по курпичкам собирал, как собирать картинки в фотошопе. Сначала это было преимущественно основано на фотках, то есть там какой-то фотобаш, меньше диджитал по этим, меньше иллюстрация, потом присоединился в 3D, вот, и в какой-то момент, у меня по моему портфолио начали появляться заказы на фрилансе для рекламы, иллюстрации для рекламы, в стиле реализм, потому что я неплохо в этом стиле работал, и делали какое-то время с коллегой очень большое количество рекламы, которая по городу висела, и, ну, преимущественно основан на фотках, либо 3D, вот, там я очень хорошо прокачался в плане техническом, на пару агентств работал, иллюстраторских, они подкидывали тоже хорошую работу, то есть как-то вот так, и в этой студии, где я работал дизайнером, опять же, волей случая, арт-директор уволился, открыл свою компанию, и, ну, так получилось, что меня поставили на его место, и какое-то время я работал арт-директором, вот, но спустя какое-то время мы с коллегой решили уволиться, создать свое предприятие и работать, ну, в фрилансах, смотреть, как нам хотелось на тот момент, вот, это мне позволило быть в какой-то степени свободным, да, непривязанным к офису, и вот появилась такая идея переехать куда-нибудь в другую страну пожить, вот, и опять же, волей случая получилось, что мой одногруппник, мой друг уехал работать в Китае, открывать филиал электротехнической компании, он работает, ну, по специальности, вот, я приехал просто в отпуск к нему с женой, посмотреть, как там шоу, вот, и понял, что там, в принципе, классный комьюнити, там уже классная компания, ребята, там отличный город, Шанхай, огромный мегаполис, куча возможностей, мы с женой решили переехать, и там остались на 4 года, каждый год думали, что все, это последний год, все, все, мы уезжаем, еще там год, и все уезжаем, и так нас засосало на 4 года, очень сложно было уехать. От еды не могли оторваться. От еды до сих пор не было. Мне кажется, это вообще, слушай, мне кажется, это самая вкусная еда в мире. Это, это прям, до сих пор страдаем от, ну, вот, нехватки вокруг, вокруг классных китайских блюд, хотя здесь дофига всяких разных этих кухонь, вот. Ну да, было, было классно. Ну, и потом Шанхай, он офигенный, очень большой город, и там очень много возможностей. Как только начинаешь в этом русле двигаться, начинаются какие-то новые, 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 и невозможно отказаться, потому что все, все интересно, все как-то увлекает. И в какой-то момент, вот, я года два, по-моему, проработал сам у себя, сидя дома в офисе, сидя дома без офиса, и со мной связалась одна анимационная компания, такая есть компания китайская, Хоуи Бразерс, одна из самых крупнейших кинокомпаний в Китае, и она решила открыть анимационный отдел и набрала туда кучу-кучу художников, вот. И меня пригласили, я прошел собеседование, и отработал там почти два года в анимации, ничего про нее не знал до этого, меня взяли только из-за того, что у меня было порфолио с большим количеством работ в разном стиле, они решили, что я, наверное, как-то смогу адаптироваться, в принципе, неплохой был опыт, мне очень понравился. А ты учил язык на английском? Только на уровне, ты китайский или английский? Да, я про китайский, ага. Только на уровне, чтобы до дома, до такси доехать, чтобы тебе не подсунули там этот усилитель вкуса в еде, вот можно вот эту фразу сказать. Вот, ну только на таком уровне, опять же, потому что там был больше такой экспириенс, мы думали, что вот сейчас чуть-чуть пожелем, у нас были обратные билеты через 8 месяцев. Вот, мы думали, ну вот сейчас-сейчас уедем, потом еще, ладно, остаемся еще на год. Жена получила, ну, нашла работу, вот, окей, еще год и уезжаем. И в итоге к обучению языка так и мы не приступили. Жена начинала, но я так и не стал. Жалею, очень сильно жалею. Сказал, да, скоро уедете, чего его учить, да? Да, да. Простойте для троглифов. Очень сильно жалею, кстати, об этом, потому что, как выяснилось, китайцы есть в любой стране, в большом городе есть China Town, вот, и везде можно получить, зная язык, наверное, скидку, какие-то ништяки. И очень жалею, что не выучат китайский. Банально понять, что они про тебя сейчас сказали. Да, да. Когда ты отвернулся. В Ванкувере китайцев-то тоже достаточно много, наверное. В Ванкувере, да. Я когда прилетел, вообще такое ощущение, что ты в большущем аэропорту, где много-много рейсов с разных-разных стран, и люди вот так настолько перемешаны, что вообще сложно сказать, какая, кто, ну, кто здесь живет, по сути. Да, и если верить Википедии, то где-то около 30% азиатов в Ванкувере. Но чем дальше уезжаешь от города, тем меньше останавливаешься, потому что это все связано с работой, да, с хабами, с офисами, все в больших городах. А ближе к фермерам там больше канадцы, ну, такие, ну, фермеры, короче. Канадцы, канадцы, канадцы. Ну, не хочу никого обидеть, что фермеры, но люди, которые живут на земле и, ну, занимаются, живут в домах, в общем, не в стеклянных зданиях в центре города, а на земле. А почему ты решил, ну, понятное дело, что каждый год у вас был, как бы, оно считалось последним в Китае, почему ты вообще решил, ты работал в анимации? Да, да, я работал в Visual Development Artist, это то же самое, что концепт-положник, только в анимации. Только в анимации, да. Почему ты решил в кино переходить? Ну, я всегда знал, что там интересно, всегда следил за всеми ребятами, которые из этой индустрии, и мне, ну, постоянно где-то на подкорке было, что вот эта цель, которую я хочу достигнуть, и вот место, где я хочу работать. Вот. Мне не представляло, как можно попасть на препродакшн, как можно попасть на продакшн, вот. И те пути, которые я видел, это только через Wafix попасть в киноиндустрию, на самое последнее звено, так сказать. Вот. И я стал искать пути, как можно попасть, изучать, какие компании этим занимаются. Всю эту кухню начал изучать потихонечку. Вот. Оказалось, что на самом деле все, ну, мир этот маленький, на самом деле не такой уж сложный, большой, и при знании нужных скиллов, навыков и портфолио все, в принципе, возможно. Главное, настойчивость и время потраченное. Пришлось ли тебе как-то переделывать свое портфолио под кино? Да. Дело в том, что у меня было два момента в жизни, когда я абсолютно чистил портфель и заливал туда новые работы. Это когда я занимался вебом, я понял, что все, стоп, хватит. Я все удалил и залил только иллюстрации. Несколько лет рисовал только иллюстрации коммерческие. Потом я понял, что все, реклама хватит. Я не могу больше делать рекламу. Я удалил всю рекламу и начал заливать уже концепт-арт. И концепт-арт был... Я просто набивал портфолио, проходя курсы. Один за одним, один за одним, один за одним. Я знал, что я не очень. Мне нужно всему научиться. Вот. И единственный путь сократить время и получить работу в портфолио – это сделать курс, закончить работу и положить ее в портфель. Вот. И таким образом я набрал какое-то количество работ в портфолио. Мне помогло. Да, естественно, я ориентировался на ребят, кто уже из индустрии, брал их курсы. И это помогало очень сильно. А вот по поводу студии Метод. Да? Ты поехал работать в студии Метод. С какого раза ты туда попал вообще? Были еще какие-то другие у тебя собеседования в другие студии? О, да. Это вот может быть для кого-то будет интересная история, чтобы люди не опускали руки, так сказать. В общем, получилось со второго раза. Мне нашлась одна вакансия. В общем, как получилось? Я отправился в портфель. Мне позвонил арт-директор. Мы пришли собеседование, потом еще собеседование. Часто бывает несколько ступеней. Все вроде как я подхожу. Я на тот момент живу в Шанхае. Я пошел со всеми документами. Радостный. Все, я получил оффер. Я иду сдавать на визу канадскую. И мне просто отказали визить через несколько месяцев. Ну, я написал HR. Сказал, что все, я не еду. Мне не дали визу. Они такие, ну ладно, окей, в следующий раз. Ну, все, я как бы расстроился. Забыл. И через какое-то время, больше года, по-моему, им опять отрыгался Метпейтер. Они вспомнили, что собеседовали парня, который не прошел, может быть, еще раз попробует. Я сделал все еще раз. Сдал документы уже в Москве. И все удачно прошло. И буквально одна неделя была на сборы. Все, ну, как бы, все не были к этому готовы. Я никому не говорил. Первый раз им сказал, все, я еду, ребята, там, все классно. Все уже мысленно меня проводили, там, поздравили. И тут, ну, такой провал. И как бы не хотелось уже заранее всех предупреждать. Вот. И так получилось. Прилетел на следующий день сразу в обойму. Метпейнтером, Аквамена. Нет, по-моему, не Аквамен был. Аквамена, либо Нью Мютанс. Я не помню, какой первый его проект. В общем, сразу на сковородку попал. Слушай, а метод была прям первая студия, куда ты отправил, в резюме шаурил, тебе такие, собеседовался, приезжай. Сколько у тебя было отказов? Были даже неудачные собеседования. Были отказы. Я боюсь посчитать их. Ну, как бы, я просто на все вакансии, которые открывались, я отсылал. Вот. Чаще всего отвечает робот. Ты так, окей, Иван, хоть что-то. Сохраним ваше резюме в случае интереса. Да, да. Собеседовался много куда. И в игровые даже пытался. Вот. Чуть не уехал в Польшу. Потом мы передумали же мой последний момент. Вот. То есть, такие были, да. И удачные, и неудачные. То есть, тут такая поговорка действует. Под лежачий камень вода течет. И как бы, сидя на месте, вряд ли что-то получится. Вот я пытался бомбить форфолио, пока не нашел, в принципе. А что значит, ты завалил несколько собеседований? Завалил собеседование? Да. Ну, это когда ты даже в конце интервью тебе говорят, слушай, ну классно, удачи тебе. И ты только понимаешь, ну ладно, спасибо. Переходишь на русский мат просто, да? Не, ну как бы ты понимаешь, что окей, значит, надо подтянуть английский. Окей, надо, значит, подтянуть вот такой-такой-то пункт в порфолио, который они ищут. Либо окружение, либо персонажка, либо реализм, либо стилизация. Ну, просто делаешь выводы и пытаешься работать над этим. И наоборот, это идет на пользу. Потом следующее интервью уже не так сильно боишься уже, и руки не трясутся. А тебе рассказывали, что не так с тобой в конце собеседы? Один товарищ мне сказал, в принципе, я даже благодарен за такой ясный фидбэк, вот прям как будто бы директорский. Он сказал, что у меня проблема со скейлом в работах. Вот. Я такой почекал текстуры, детали. Это мне как-то помогло. Вот. А таких вот прям почему? Типа, у тебя плохой английский, вряд ли кто-то так скажет. Или там, у тебя плохой порфолио, ты еще джуниор, вряд ли так скажет. Скорее всего, скажут, мы нашли уже хорошего другого художника на эту позицию. То есть, это все остается за кадром. Я думаю, что это, ну, как бы редко кто-то скажет прям, почему. Слушай, ты знаешь, вот это еще, наверное, одно отличие киношных собеседований от игровых. Потому что у меня ребята, кто работают в геймдиве, и мы сейчас ведем, делаем курс большой в FX в играх. И там как раз у нас есть компания Spirosoft. Мы совместно... Да-да-да, питерская. Да-да-да. Вот. Они приходят к нам на все наши мероприятия, да. И они с удовольствием дают фидбэк, что не так с портфолио. Шаурилам, да, соискателя. Если соискатели их спрашивают, они с удовольствием это объясняют, да. То есть, что человеку подтянуть. И они мне сказали, что это вообще правило хорошего тона в играх, да. Там спросить, что не так, что подтянуть. Я часто объясняю, рассказываю, что подтянуть. И я заметил, что в кино, например, да, объясняют, никто ничего не объясняет. Просто сорян. Нашли более подходящего кандидата. А вот в играх очень часто объясняют. Да, нет, здорово. В играх, мне кажется, вообще понятнее все эти ступеньки. То есть, ты можешь устроиться на джуниор, начать свой путь. Путь вообще, будучи еще таким зеленым. И вот потихонечку там переходить ступеньки на ступеньку. Вот. Те позиции, которые вот здесь открываются, на позиции концепт-художника, я не видел джуниор никогда. В основном это уже люди, ну, синиоры, по сути. Они самостоятельные и им не нужен никакой фидбэк арт-директорский. Только технически, либо по брифу фидбэк, да. Ну, то есть, попадаешь, не попадаешь, ну, там, по задаче именно. А по исполнению они, художники, мне кажется, более-менее самостоятельные. То есть, им не нужно, там, поправлять вот здесь, на тебе неправильную композицию, там, здесь тебе неправильная анатомия. Они сами, даже если видят ошибки, они могут их исправить. Интересует вот по поводу коммуникации, да. Сейчас, понятно, вы на удаленке, но вот когда удаленки не было, и вы все сидели в офисе, и у вас был какой-нибудь крупный голливудский проект, ваш отдел вообще общался с режиссером, каким-то образом контактировал? Вот вы, то есть, не художник-постановщик, понятное дело, там, не арт-директор, а вот именно с вами он общался, бывал вот такой режиссер? Я таким похвастаться не могу, напрямую с режиссером никогда не общался, видел только текстовый фидбэк, там, от режиссеров, но вот прям на митинге сидеть, там, в зуме с какими-нибудь именитыми людьми у меня не приходилось, к сожалению. Там вроде бы как, не то чтобы не принято, но есть люди, которые ответственны за твою работу, есть люди, которые ответственны за работу этих людей, и все идет по нарастающей, и до нас не доходит, как правило. В русских проектах один раз посчастливилось, да, но в целом здесь вот в Денеге методов не было такого опыта. Коль, слушай, а в связи с тем, что они комментили тебя только текстов, не было ли у тебя такого ощущения, смотри, смотри, он откоментил мою работу, е-мое. Да, 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 было, было, конечно, я, ну, хотелось, да, сфоткать, там, показать. Что за режиссер-то был, что за режиссер? А, был фильм, я уже не помню название, по-моему, как-то режиссер Роберт Замекис, который Форст Гамка, да, снял, по-моему, вот, ну, как бы и там коммен такой, типа, looks great, thanks. Ну, этого достаточно уже. И ты такой сразу за прибавкой к жалованию. Да, ну, естественно, ну, никто же там не говорит, вот, Николай очень старался, и, ну, вот, откомментирую работу лично. Вот, там таких, как я, ну, шотов, которые они просматривают, там, миллион, как бы. Ну, это такой, приятно, но, как бы, ты, ну, как бы, трежво, да, это надо оценивать, что это работа, и просто все комментируют, потому что нужно комментировать, потому что ты такой классный. Ну, ты из метода ушел, перешел в Динек? В методе я работал мэттпейнтером. Кто знаком с мэттпейнтингом, знает, что это больше технический скилл, нежели художественный, креативный, и там нужно иметь свой склад ума и, в общем, терпение вагон, удобное кресло, чтобы сидеть часами. Вот, прекрасная профессия, ну, мне всегда хотелось в концептах, потому что это более креативно, и за эти годы работы в рекламной индустрии, когда ты делаешь, там, постер формата А1, и когда зумят и говорят, что здесь тебя на 100%, там, типа, пиксели, там, в общем, поправь, там, что-нибудь, там, отретушируй получше. Нет, я этого наелся, и мне, ну, я устал от этого. И в мэттпейтинге там немножко покреативнее задача, да, но вот очень много вот этого пиксель-факерства, и в концепте мне нравилась свобода в какой-то степени, что ты не обязан все доводить до финальной иллюстрации, финального качества, вот. И у меня кончался контракт, мне написали HR из Денега, у них уволился один концерт художника, они искали еще одного в замену. И я прошел собеседование, и вот уже три с половиной года тружусь. Слушай, а в методе не нужны были концептеры? То есть нельзя было прийти и печально сказать, ребят, я что-то уже все с этим модпейнтом, я хочу творить. Да, там были задачи по концепту тоже, там не было концепта арт-департмента, там задачи креативные выполняли и мэттпейнтеры тоже, то есть что-то на концепте эти, какие-то FX-концепты, иногда и концепты по окружению, они были где-то в хорошем отношении, в принципе, можно было передохнуть, покайфовать на концептах, да, вот. Вот, ну, как это часто бывает, ты типа делаешь концепт, а потом тебе говорят, ну окей, аппрув, а теперь давай из этого, чтобы был мэттпейтинг. Ты такой, а ты там, ну как бы, искал фотки в гугле, там, ну, на концепт особо не запаривался по поводу хорезности этих фотографий. Ты такой, ладно, окей. Вот, а когда ты на позиции концепт-художника, это чужая головная боль. Это, ну, больно говорить, да, но это люди уже будут другие страдать, не ты. Вот, и ты просто рисуешь, утверждаешь идею, да, чтобы всем нравилось, и все. И ты хэндов, и уходишь, как ЭЛС. Заканчивайте без меня. Да, да. Вот, а вот в методе там, ну, часто бывало, что типа ты ответственен еще, и потом это все финализировать. Слушай-ка, а нет у тебя такого, что ты сейчас понимаешь, что, в принципе, концептер, ну, его работа переходит дальше в другие департаменты. У тебя ощущение такой ответственности, что, ну, зачем я сейчас тут буду гормоную фотку использовать? Я лучше хоро. Да, да, чувствуется из-за опыта, чувствуется пресса, что ты типа не хочешь жизни ломать другим художникам, которые это будут дальше делать, да. Поэтому я, конечно, стараюсь с расчетом на то, что вот медпринтеры возьмут работу, там, максимальные сорс-файлы отдавать, максимальный PSD-шник качественный отдавать, вот, но все-таки, если я буду всегда думать о том, что это будет потом фотореалистично, это сковывает. Это сковывает по времени, на поиск рефов, на поиск материала, вот. И сковывает, значит, ты делаешь медленнее, значит, не очень хорошо. Поэтому я постараюсь об этом не думать. Я знаю, что концепт художников, как бы, так, ну, типа, это ребята, которые создают нам работу, вот, и не все, знаешь, как бы прям любят концепт художников, потому что это такие, PNAS заставить. Нафигачил тут чёс, потом всем расхлёбываю дальше за ним. Да, да. Ну, 3D помогает в этом плане. Если раньше все было, ну, там, типа, с фотографией, ты сам примерно на глаз думаешь, как это далеко, как близко, какого масштаба там детали, и потом 3D-шники пытаются это матчить, и это не матчится нифига. Ну, как бы это... 3D сильно в этом плане помогает. Я стараюсь весь пейплайн через 3D проворачивать, потому что это экстремально удобно последующим людям, и на билде, и на фиксах, и на, в общем, на лайаут, в департнент, в общем, всем-всем-всем облегчает этот труд. То есть без 3D сейчас вообще, ну, никуда, да? Необходимо знать 3D, владеть 3D-пакетами современному концепту художнику. Я могу только говорить про пост-продакшн, типа, вот, метод студия, Динек. Там, конечно, 3D необходимо. И надевать розовые очки на художниках не хочется. Вот. Но есть другие сферы... Что нужно знать, Коля, расскажи, пожалуйста, что нужно 3D знать. Потому что, вместо классических художников, тех, кто только вот думает, иду в концепт арта, а нужно ли мне 3D, а я там из фоточек все накидаю, или просто нарисую, и когда им говорят, что, ребят, нужно подучить 3D, все, ноги, глазки-то тухнут. Так и есть, да. В объеме что-то. Спад мотивации при изучении 3D всегда чувствуется. Как я могу сказать? В общем, да, вы можете словить какой-то, ну, найти какой-то фриланс, будучи только фото вашей или диджитал-пейнтером. Но, преимущественно, это будет пре-продакшн, там, где еще поиск идет, да. Вот. В AFX, там, где уже все отснято и ты уже имеешь какой-то материал, ты обязан знать 3D. Ну, без него никуда. Иногда ты шеришь какие-то файлы, иногда тебе дают файлы, иногда нужно камеру замачивать с плейтом. Куча всего технического без 3D, ну, невозможно. Я всем всегда рекомендую это low-poly какой-то пакет 3D знать. Это может быть Blender всеми любимый, это может быть 3ds Max, Maya, все что угодно. Cinema. и один пакет для скуптинга в 3D. Это может быть ZBrush, может быть 3D Code. ZBrush это всегда Vim, потому что он везде есть, как дефолтный инструмент во всех студиях, то есть вы придете, он всегда будет. В 3D Code придется попросить лицензию там подождать, но это все решаемо. Так что по 3D нужно минимум две софтина знать и желательно уметь хорошо редрить. Раньше можно было там закинуть что-то в KeyShot либо в Octane, сейчас проще все в Blender тендрить. Кто как умеет, мне кажется, чем проще инструмент, тем лучше. Мы всегда пытаемся всех начинающих концепт-артистов, у кого глазки так вот тухнуть, объяснить, что 3D это не страшно. Особенно в том объеме, который нужен концепт-художнику, это в общем-то не страшно. Собрать из кубиков из простой геометрии что-то себе быстренько подмоделить или поставить камеру со светом и отрендерить, это в общем условно дело одного часа двух часов работы. Какой-то не гигантский объем знаний и совершенно другой профессии. это не Бином Ньютона. Скажи, а какой пакет в итоге лучше учить? У меня есть собственные мнения, если интересно будет, я потом озвучу. Мне это интересно из твоих уст это услышать, кто работает в компанию. Ну, не хочу попасть в эту секту Blender юзеров, но мне кажется, Blender все-таки сейчас выигрывает по нескольким причинам. Первое, это, конечно, комьюнити, потому что оно молодое, это значит, что куча свежих туториалов на Ютьюбе бесплатных всегда, и любой вопрос, который у тебя возникает в Блендере, ты можешь не идти на Ютьюбе. Какой-нибудь школьник тебе объяснит, как все делать. Вот, по Ма и по 3ds Max юзеры старше, им это нафиг не надо, информации, чтобы быстро откопать прям right now в Ютьюбе нет, либо сложнее, надо копать очень сильно. Поэтому я за Blender, но сегодня говорю Blender, а может завтра какой-нибудь шмендер подменяется. У меня такая же абсолютно позиция в рамках именно концепт-художника, потому что самое главное достоинство Blender, помимо комьюнити, ты совершенно правильно сказал, это его бесплатность. Да, само собой. Так как трехмерный софт нужен в принципе концепт-художнику поскольку, для каких-то совсем простых задач, что очень часто на студиях лицензии экономят и дорогущую Майю или Макс ему давать не станут. А вот Blender это отличный выход, который всегда можно наказать, он даже portable есть, его можно не устанавливать никуда. Совершенно спокойно работать. Но тут возникает еще один хитрый момент. Blender условно платный, но часто как художники подсаживаются на всякие аддоны, очень-очень суперполезные и ускоряющие работу. И они условно не бесплатные, их нужно тоже покупать. То есть нужно какой-то все-таки закладывать бесплатно, но чуть-чуть нужно заплатить, задонетить или что-то такое, что позволит ускорить работу. это уже на решение самого художника. Это да. В стандартной поставке есть практически все, хочешь расширять ее, доплати. У тебя много проектов было в Double Negative. Расскажи о том, который тебе запомнился больше всего, понравился тебе как художнику, самый интересный именно с творческой точки зрения. концепт художникам, наверное, тем, кто не из игр пришел, а сразу в анимацию либо в кино. Мне кажется, им больше всего интересны какие-то такие кейфреймные истории, когда ты дизайнишь целый шот и создаешь атмосферу, настроение. Вот. И на Веноме втором там было большое количество таких вот задач. Мне удалось поработать на нем больше полгода. мне приходили задачи по кейфреймам, по доработке персонажа, там, ну, в общем, разные-разные мелкие задачи. Ну, и они разбавлялись очень такими жирными, классными кейфреймами, что, конечно, я концепт-художник это самая сочная задача, вот, самая крутая. Вот. Ну, он делался долго, и там, конечно, было полно, полно задач по арту. Он действительно, он же долго делался, он прям какой-то такой долгострой был, насколько я. Не было выгорания на нем? У всех случается в какой-то момент, да, перезагрузка потом происходит, потом опять со свежим силам возвращаешься. само собой, да, если ты вот сначала, начало шоу, все-таки мотивация у всех, там, классно, все супервайзер, такой веселый, все классно, вот. Ну, у нас концепт-художников часто перебрасывают с проекта на проект, и потом через там месяца три-четыре ты опять попадаешь на тот же проект и все-таки уже на митингах сидят уже приунылые, такие, ну, да, давайте уже. Ты такой бодренький, свеженький, да, прискакал? Да, бывает, ну, как бы, не знаю, бесят это людей или нет, что ты такой свеженький пришел, но, как бы, бывает, прыгаешь с проекта на проект, и видишь, что люди, ну, так вот, огонь в глазах тухнет в какой-то момент, потом хорошо иметь брейк достаточный, чтобы отдохнуть, потом новый проект опять с новыми силами, прикольно. Слушай, а тебе тяжело переключаться между проектами? Я такой человек, у меня всегда чувство ответственности перед, вот, если мне кто-то что-то просит, это, я, я, я воспринимаю то, что я, ну, как бы, это моя персональная просьба, я должен этому человеку сделать эту задачу, потому что он меня попросил, вот, и когда у тебя параллельно висит несколько проектов, вот ты об этом постоянно думаешь, и у тебя это грузит, вот, хотя ты, с другой стороны, мог бы это на координатор положить, и как бы и забыть, это не твоя проблема со всеми этими скиллами, с графиками и так далее, ну, тяжело, да, когда ты знаешь, что какой-то проект тебя ждет, а ты не можешь начать, потому что ты все еще на этом проекте, вот, вот в этом плане тяжело, да. Слушай, скажи, какую часть своей работы ты больше всего терпеть не можешь? Ну, вот ты уже сказал, что кейфрейм, это вообще самое интересное, самое сочное, понятное дело, что все любят изображать динамические сцены со взрывами и так далее, что в концепт-арте тебя прям вот выбешивает, какая часть? Знаете, я вот, я же с дизайна пришел, да, и мне важно, чтобы красиво было с первого взгляда, ну, красивая картинка была, и в этом плане мне импонировали все эти кейфреймы, мэтт-пейтинг, что вот финальный шот, вот, и я когда видел концепт-арты, когда там человечек, дизайн костюма, там, либо вообще аутлайн, везде линии, все, меня это воротило, я не мог на это смотреть, и мне казалось, это какие-то, для нердов, ну, вообще это прям не мое. Со временем я стал, ну, как бы изучать больше дизайн, дизайн принципов, всякие разные подходы, и стал видеть в этом красоту, на самом деле, во всем этом, что делается, даже если это лайн-дровинг, даже если это сырой рендер, ты уже смотришь не на то, как это сочно смотрится, как в лэнс-флеер там горят, частицы летают в воздухе, а ты смотришь именно на то, как это человек подумал над этим, ну, над тропсом, над веклом, над персонажем, вот, я начал от этого получать удовольствие, у меня нет задач, которые мне бесят прям. Сложными задачами, казалось бы, это самый простой, но на самом деле они самые сложные, потому что вот FX-концепты, когда нужно задизайнить какой-нибудь эффект, и мы как делаем, берем фотку с интернета, там режим наложения скрин, мешаем с другой фоткой, там сматч, там еще что-нибудь, motion blur, все готово, супервайзору нравится, а FX-р открывает как это вообще делать, вот, и в этом плане мне эти концепты не очень нравятся, то, что я делаю то, что потом очень сложно будет реализовать, и ты такой, ну, как бы, знаешь об этом, я в Houdini не владею, я не могу нагенерить себе частицы в нужном облаке, в нужном каких-то там density и так далее, и поэтому мне, я всегда использую уже какие-то, ну, рендеры чужие, фотки, вот, и в этом плане бывает очень много итераций на FX-ах, и не могу сказать, что это моя любимая часть, вот, но, в общем, наверное, вот это самое пока такая сложная, наверное, задача. Ты прямо сейчас укрепил меня в одной мысли, мы буквально вчера общались с моим большим другом, с Володей Якулем, с супервайзером, с VFX-супервайзером, мы вместе работаем, а как раз сейчас один из проектов ведем с ним вместе, и мы с ним вчера обсуждали про то, что нужно нарисовать концепт FX-ов, а FX-ов там должен быть такой прям вот жаробасный, не огонь, не взрыв, а вот именно FX-FX, который надо придумать. Думали-думали и поняли, что все равно то, что будет нарисовано, не будет сделано так, оно не будет так выглядеть в 99% случаев, даже если ты нарисуешь фазы, начальную, там, среднюю, финальную фазу, все равно это будет не так, потому что FX-еры потом тебя все равно проклянут так или иначе, потому что нарисовали, да, когда режиссеру нравится, он такой, окей, да, потом он будет приходить к FX-ерам и говорить, вот, вот у меня вот так, мне нужно вот так сделать, мы не можем. Мне кажется, тут самый лучший подход это такой пинг-понг с VFX-артистом, то есть он делает какой-то первый раунд, ты берешь это, фото башешь, вжигаешь в кадр, утверждаешь с супервайзером или с клиентом, потом получаешь фидбэк, делаешь новую терацию в своих церемониях, в общем, это должно быть из рабочего материала, не из каких-то рандомных фоток или материалов, но все от задачи, конечно, зависит, но да, это всегда сложности, и не знаю почему, но вот FX-концепты очень всегда много и террасы у них, я не знаю, вот у меня был, когда меня в денег взяли, у меня, видимо, испытание было, у меня или наказание, не знаю, я первые полгода делал эти, голограммы для, там был сериал по мотивам этого Супермена, Криптон, вот, и там была куча всяких голограмм, вот, и всяких FX-ов, как это появляется, вот, и там было столько и тераций, ты думаешь, ну блин, это же простой, там, не знаю, интерфейс на стене, который загорается, там штук 10 этих и тераций, там, да. Тут ты выгорел первый раз. Тут я понял, что не видать никаких фреймов персонажей, там, летающих аппаратов, как и в Blade Runner, и моя судьба это рисовать голограммы. Голограммы всю жизнь. Да. Не, ну потом стали появляться другие задачи, стало, ну, стало пободрее, как-то повеселее. Вот интересно, какие-то лайфхаки вот есть у тебя, как у концептера, например, есть книжка Эдгара Пэйна про композиции. Знаешь, Эдгара Пэйна, известная книга, по-моему. Многие концепт-дизайнеры пользуются этой книгой как шпаргалкой. Когда начинают работать над концептом, они просто бросают сетку и смотрят вот это вот сечение, чтобы получалось изображение сбалансированное. Ты такими вещами пользуешься или нет? Я очень внимательно отношусь к пропорциям. Всегда у меня в голове вот эта сетка золотого сечения, но многие, знаете, вот эту спираль кладут на свой концепт и рисуют что-то по этой спирали и вообще не понимая, как работает это золотое сечение. Рисуют по спирали, у них получается свернувшийся котик. Да, либо ракушка какая-то. Вот. Композиции, вот эти вот типсы от Эдгара Пэйна. Книжку в PDF-нике я где-то качал, листал. Очень классная. Не могу сказать, что я использую прям его вот эти, потому что у него прям как канон. Типа вот здесь дерево, здесь гора. это вот такая вот композиция. Не знаю, это очень гибкий инструмент, композиция. И каждый раз придумываешь, как бы сбалансировать, как бы показать, привести взгляд зрителя своими методами. Но он очень крутой, конечно, художник. ну вот, делая стадик, если делать стадик по картинам Эдгара Пэйна, можно очень хорошо прокачать воздушную перспективу, потому что у него есть четкое распределение цветов и тонов в зависимости от плана. И цветовая палитра тоже очень-очень ограничена. И если вот сделать стадик, можно очень хорошо прокачаться в плане воздушной перспективы и плановости. Плюс у него еще офигенно графичные конфеты, конфеты, концепты, картины. То есть там пропорции очень круто работают. То есть там есть большие пятна, средние пятна, маленькие пятна, есть направляющие, есть фокус. В общем, он мастер лендскейпов, композиции, офигенный художник. Я, ну, у меня почти, не знаю, все, что картины в интернете есть, у меня папка с его картинами, очень крутая. Слушай, Коля, скажи, пожалуйста, вернемся к портфолио, да, с которым ты, который ты менял, и с которым ты пришел в кино и переехал в Канаду. Вообще, вот по твоему мнению сейчас, каким должно быть портфолио концепт художника, чтобы на него обратили внимание? В FX-компании препродакшн или постпродакшн? Ну, я бы сказал постпродакшн, ну, вот уровня Динего, там, метода, и так далее. Если говорить о портфолио, то тут важно его перепроверять каждый раз, каждый год, там, каждый полгода и удалять самую слабую работу, потому что вас оценивают по самой худшей работе в вашем портфолио. Винго. Если вы сами не понимаете, что она отстойна и низкого качества, то с вами, ну, пока еще не о чем разговаривать. Вами обязательно не кажутся. Да, если вы не нашли все силы удалить, зачем вы держите? Ну, значит, вы не понимаете, что она плохая, вот, поэтому слабые работы всегда нужно ремовить и новыми возмещать. Сейчас, конечно, обращают внимание, чтобы был 3D-аналог, то есть, если в портфолио есть что-то, что показывает, что вы делаете в 3D, что вы способны дизайнить 3D, то есть, не работа с кинбашем, а именно создание с нуля, либо скульпти что-то, либо модели что-то, все по вашему собственному дизайну. я думаю, что не ошибусь, если скажу, что нужно работать в реализме, в плюс-минус технике, и это не о том, чтобы рисовать на пейтинге фото реалистично, это о том, чтобы ваше портфолио было реалистично с точки зрения пропорций, цвета и стилизации, то есть, если мы в анимации, в играх можем посмотреть концепты, там люди стилизованы, пропорции стилизованы, и отрисовано все очень мультяшно, то в концепты для кино там редко такое востребовано, чаще всего просто реализм, вот, и в этом плане я бы уделил там внимание, да, то есть, посмотрел, если 3D в работах, преимущественно, чтобы они были реалистичны, хорошо иметь пару работ, где показано, что вы способны скетчить, то есть, либо это лайнд какой-то быстрый скетч композиционный, либо это балью скетч, ну, черно-белый скетч, неважно, но главное, чтобы вы показывали, что вы не зависите от референсов, то есть, вы не раб фотографии, либо раб 3D, а вы можете из головы взять и быстренько нарисовать, вот, минимальное средство, вам не требуются какие-то академические знания, там, никто не требует суперанатомические какие-то способности показывать рисование, именно просто скетчить, то есть, чтобы мысль с головы могла как-то на бумажку перенестись быстро, вот, а потом уже всеми средствами ее реализовать, отфотерилить, отпринтить, и так далее. Если еще скетч приложить с финальным результатом, то есть, от чего началось и к чему пришли, это вообще отлично. А нужно ли делать такую штуку, потому что мы, например, на своем курсе на концерт-артисте, у нас наш футбол, Генн Дубинский и Валер Дрожевский, наши два преподателя, они всегда говорят, ребята, помимо того, что вы нарисовали концепт, объясните еще, из чего он состоит, покажите следующим этапом производственным, что, например, она состоит из такого-то, не знаю, пряжка ремля вот такая должна быть, оружие вот такое, вот такой металл, вот такие царапки и так далее, вот такие блики должны быть. Стоит ли это делать или и так сойдет? Да. Ну, смотря какой стиль, я видел портфолио преподавателей на вашем сайте, вот, если я не ошибаюсь, там упорно диджитал пейтинг и такой, как бы, реализм, но нарисован, то есть он не из фоток, не из 3D, вот, если удается на концепте вживить фотки, чтобы показать текстуру, фактуру, шейдер вот этого материала, то это лучшее решение. Если на это время нет, конечно, можно в конце концепта прикрепить референс щит, да, вот этот лист со всеми референсами, типа, вот, я вот нашел хороший пример, то, что не смог добиться, не успел нарисовать, да, это работает, это же коммуникация, тут как бы не иллюстрация, никто эту картинку открыткой не будет печатать, да, это, ну, коммуникация, чем лучше ты донесешь идеи, тем лучше, вот, и я еще заметил, что по работе, по работам, вот, редко очень ссылаются к чужим концептам, практически никогда, чаще всего ссылаются к реальной жизни, то есть, если хотят что-то показать очень сложное, там, механическое, никогда не берут какой-то, там, концепт-арт Булгарова, либо, там, Спарта, либо что-то такого, берут, ну, какой-то двигатель Формул-1, или, там, Мига, ну, этого истребителя, то есть, всегда лучше ссылаться к реальным существующим референсам. Вот ты тут про Булгарова заговорил, а за какими художниками ты еще следишь помимо Булгарова? Всеми, кто говорит по-русски, ребят, многие работают и в Фрэмсторе, я слежу за Жастиславом, в МПС есть Иван Хоменко, сейчас всех за спойлер, я всех запалю, за Джаммой, конечно же, ребята, по-моему, были в ILM русские, Игорь Старицын, Игорь Старицын очень крутой, он очень крутой моббайнтер, концептор очень крутой, и он делает еще очень крутые работы традиционные. Да, мы с ним, нам довелось поработать год как раз в Методе, я когда пришел в полном стрессе, что, ну, придется сейчас новая компания, вообще для меня новая индустрия, говорить по-английски, вот, и первый же обед я вижу, точнее, обед, когда они нас по кому-то проводили, вижу, Игорь, вот, и там у нас была такая небольшая комьюнити ребята русскоговорящих, и, в общем, было приятно, конечно, ну, такой, меньше было надража, что-то, подуспокоился. Слушай, а как вообще сейчас вот с высоты собственного опыта, какие советы ты можешь дать ребятам и тем, кто планирует проходить собеседование, как его пройти, какие подводные камни есть? Ну, честно быть в себе, ну, знать, что у вас хороший портфолио, все-таки, это самое важное, ну, как бы, знаете этот мем, когда там эти стартрупперы идут и какой-то клоун, вот, если вы чувствуете себя среди штормтрупперам вот этим клоуном, то надо чуть-чуть портфолио, ну, чтобы быть более-менее уверенным. Как собеседование, все у нас, ну, разные коммуникационные софт-скиллы, да, и как бы, если мы будем пытаться быть тем, кто мы не являемся, мы потом все равно в последствии, ну, проявим себя и будем теми, кто мы есть, да, поэтому тут просто на собеседование нужно, ну, отвечать на вопросы, не увиливать, вот, быть честным, откровенным, говорить, ну, какие у тебя планы почему-то в эту компанию хочешь, что, ну, там, в принципе, такие вопросы банальные, вот, главное, чтобы поговорить с вами, человек понял, что человек не будет таким, тянущим на дно, нытиком, не знаю, ну, человек замотивирован, вот самое главное, да, что он, человек пришел работать, и независимо, какую ему задачу дадут, он будет ее делать и говорить спасибо, да, буду все, мне кажется, так везде, в любую компанию берут человек, который нормальный, адекватный, он не страдает, не включает, там, драма Queen, не блеймит всех, не токсик, в общем, ну, мне кажется, адекватно надо будет просто. Слушай, мне кажется, ты сейчас, приводя пример с этим мемчиком, да, ты купил на больную мозоль 99% художников, потому что, мне кажется, что 99% художников чувствуют себя всегда таким клоуном в отреде с том пункту, да, это называется синдром самозванца, когда тебе кажется, что ты нища, ты ничего не умеешь вообще, ты смотришь на свою работу, думаешь, о, вроде ничего получилось, там открываешь, расслышь, и понимаешь, слушайте, я сейчас закрою, я больше никогда вообще стилус нафиг. Что делать? Было ли у тебя такое? Что делать в такой ситуации? Как человек с постоянным синдромом самозванца могу сказать, что помогает просто откатываться назад и смотреть, кто ты был год назад, два года назад, три года, ну, по портфолио, по твоему росту. Вот, и тут главное, ну, такая, может быть, пафосная фраза, на самом деле, достаточно просто лучше самого себя каждый день пытаться быть, ну, в качестве художника, всякого художника, стараться, ну, чуть-чуть расти каждый день, вот, это самое главное, а перебежать, перепрыгнуть всех на ростейшн одновременно не получится, невозможно, и это никому не нужно, потому что вы уникальный человек, у вас свой мозг, свои мысли, это вот в этом вся прелесть, ну, красота, мне кажется, то, что все мы разные, вот, и даже если вы не рисуете так, как там, Джон Парк, может, вы моделите, как, не знаю, Виталий Белгаров, хотя вряд ли. Во-первых, не из-за того, что он, ну, как пишут, AAA quality, ну, дизайн, да, вот там, топ-ночь вообще, не это как бы, а даже то, что он сам себе сделал, да, у меня не было, как и у многих ребят из УСНГ, учиться в каком-нибудь там арт-центре в Лос-Анджелесе, да, то есть это люди-самоучки, это респект втройне, не знаю, в десятерне. Он же еще учился в то время, когда не было ни школ никаких, да, ни онлайн, там, ничего, даже гномоновских DVD еще толком не было. Какие-то книги были, условно, по 3D Max, да, вот такие вот Талмуды, и на этом все. Да, это колоссальный труд, я, вот, большинство моих, как бы, любимых художников, они по большей части вот такие, потому что, ну, как сказать, ну, в общем, однажды у меня, у меня жена очень странную музыку слушала, когда мы познакомились, там был такой трэш-рок, какой-то женским, отвратительным вокалом, вот, я у нее спросил, почему ты слушаешь этот трэш вообще, почему тебе нравится, вот, она мне потом призналась, что, типа, ну, показывает то, что люди, даже не имея образования, и даже голоса, могут создавать музыку, вот, и мне кажется, даже в арте такие же люди тоже очень важны, мне кажется. Коля, скажи просто, а Динек сейчас находится на удаленке, да? Да, верно, все на удаленке с момента начала пандемии. Не скучаешь по офису? Сложно сказать, я такой человек, людей люблю, но в каком-то ограниченном объеме. Стальной дистанции люблю. Да, вот, и мне, я не скучаю особо по офису, все эти кофебрейки, ну, как бы, я, ну, мне окей дома, я долго работал на фрилансе, фрилансер дома, и мне хватает общения с друзьями и семьей. Угу. Меня офис не особо манит, честно говоря. И вот эта иллюзия, которая часто бывает, что, типа, я хочу попасть именно в студию, работать в офисе, научиться от людей, пообщаться с людьми, да, может быть, какое-то время так и произойдет, если вам попадутся люди, которые будут готовы это делать. Вот, но чаще всего людям пофиг, они приходят на работу, и как бы им вообще терять драгоценное время, учить, ну, какие-то советы давать. Ну, как бы, я не знаю, я научился только вот в Китае, когда с ребятами очень много проанимации узнал. Вот, а так ты просто с людьми трешься, притираешься к ними, к ним начинаешь их мнение узнавать, оно на тебя начинает влиять, это мнение, это своего рода как-то токсично даже происходит, я это не очень люблю, я стараюсь избегать все столпотворения, бутусовки, вот это все. У меня, ну, важно мое мнение иметь, чтобы, потому что я подвержен влиянию других мнений, поэтому я стараюсь убегать от людей, которые мне что-то навязывают. Слушай, а изменилось ли что-то вот с переходом на удаленку, почувствовал ли ты какие-то изменения? Мне кажется, чуть-чуть стало посвободнее в плане собрать всех. Раньше нужно было назначить интервью, митинг, забукать комнату, найти всех по этажам, собрать все, там, начали садяться, напивают кофе, там, начинаем, все, минут 15 на сборы, 10, ну, как пойдет, да, то тут ты за компом, ты в зуме, бац, ты на одном митинге, он закончился, у тебя через 5 минут следующий митинг, ты не успел, ну, как бы даже там передохнуть, ты уже на другом митинге, вот, и в этом плане ты успеваешь больше сделать, да, это с организаторской точки зрения вообще, ну, наверное, тяжело, тяжело во всем, менеджерам, координаторам, но художникам все по делу, ты пришел, ушел, все, и дальше сидишь за своим софтом, блендером, и дальше фигачишь, у тебя нет раскачки, прийти, подготовиться морально, что у тебя сейчас будет фидбэк давать, ты вот сидишь, вот, я как с вами разговариваю, также разговариваешь с супервайзерами, это значительно проще, дистанция сокращается, мне кажется, лучше. То есть, предоедательность не упала, наоборот, повысилась, можно так сказать? Ну, по своим задачам, по своей работе могу сказать, что да, плюс ко всему, ну, нет никого сзади, кто ходит, там, комментирует, тебе говорит, ох, классно, самый лучший момент, вот, ребята, если вы хотите, похвалить концерт художника, вообще ему ничего не говорите, потому что, если вы не директор и не супервайзер, чужое мнение для него безразлично, и наоборот, токсично, даже если вы скажете, о, круто, классно смотрится, человек потом пойдет и думает, чё, почему, а почему в прошлый раз не было круто, почему, мы же загоняемся, мы же, ну, немножко того, и поэтому лучше вообще никак не комментируете, и мне кажется, даже в Денеге, не знаю, может, я ошибаюсь, но координаторов просят вообще никак не комментировать, ну, как бы, ну, просто холодным покерфейсом отдать это дальше, вот. А потом художник Бусити переживает, она ничего не сказала. Ну, вот, лучше, да лучше ничего. Но, я тот самый клоун. Ну, комментаторов хватает, ну, лишнего, ну, хватаешься, потом перегоришь, нафиг ты, зачем. Клоун из фильма «Оно». Слушай, Коля, а скажи, этот вопрос я очень люблю, а ты сталкивался ли когда-нибудь с токсичностью художественного сообщества? Просто все говорят, что оно такое, достаточно токсичное общество, и лучше туда лишний раз ничего не вываливать. Не знаю, все люди, которые токсичны, на сто процентов уверены, что они не токсичны. И, возможно, я для кого-то токсичный, возможно, кто-то другой для меня токсичный. То есть, все так, типа, относительно, но могу сказать, что вот все арт-комьюнити, типа там, телеграм-каналы, там, фейсбук-группы, где там люди общаются, я в какой-то момент все нафиг удалил и вышел оттуда, от всего, потому что, опять же, это стороннее мнение начинает как-то доминировать, и я, вот, ну, как, почему мне вузы еще не очень нравятся, потому что ты выпускаешься из-за арт-вуза, я никогда там не учился, но по своему вузу могу сказать, что постоянно было такое, типа, вот, твой препод у тебя в голове начинает сидеть и тебе там напоминать, а мы тебя не тому учили, вот, вот, чем меньше таких будет людей в голове сидеть, тем лучше, я предпочитаю избегать комьюнити, вот эти вот арт-тусовки, вот, ну, хотя, можно встретиться, типа, там, какой-нибудь офлайн-боркшоп, да, там, все собираются в какой-нибудь городе, там, кто-нибудь клево приезжает, очень круто встретиться со знакомыми, там, попить чаю, пиво, там, вообще суперкласс, вот, но, вот, прямо, на регулярной основе, там, телеграм-канал участвует в жизни, но, это не моя тема. Ну, конечно, в клайне трудно быть токсичным, может прилететь. Это да. И система управления интересует, у вас вот это вот agile scrum, в итоге с переходом на удаленку, наверное, да, или нет вот этой вот системы управления, какая-то иерархичная? Я вот эти слова даже загуглил, слабо понимают, что это такое, в общем, вы поясните мне, пожалуйста, чтобы... Ну, смотри, как у вас вообще монаджерятся проекты, это вопрос не на территории Индии, это больше, про то, иерархично у вас выстроено, то есть ты делаешь таск, выкладываешь его куда-то в условный там шотган, оттуда его забирает координатор, передает на следующий этап, вот так у вас все построено, или у вас есть некие самообразующиеся команды, да, то есть вот вы там на проекте в команду собрались и начали его потихоньку пилить? Нет, все, как ты сказал, вот первый вариант, все, какая-то иерархия идет, все всплывает наверх, и потом прилетает фидбэк и опять... Слушай, а в связи с удаленкой, вот с изменениями, да, которые происходили в связи с удаленкой, вы вообще сейчас кранчите, вообще кранчи часто случаются в Индии или нет? Поначалу вот первые, не знаю, из-за того, что концепт-художники, они в основном же в начале всего работают, создают работу, задачи для всех остальных, вот, и все, и уходят. Поэтому для нас всегда есть запас по времени какой-какой, ну, типа в начале же все-таки на релаксе, а все остальные, кто потом это все собирает, конечно, у них кранчи есть, и я вижу это, ну, как бы и в офисе, когда работал, и сейчас, вот, поэтому у нас, у художников, концепт-художников, меньше овертаймов, вот, а у людей, кто занимается уже там композитингом, билдингом, там, вот этим, латингом, они, да, у них все пожестче в плане, вот, у овертаймы, вот, в обеих студиях, которые в Канаде работал, они все оплачивали. Они оплачиваются по законодательству, там, условно, в двойном размере, в двойном размере, Да, 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 и, ну, там, какой-то другой индекс идет, в зависимости от еще количества, просижим, но никогда никто не скажет, ты остаешься на вечер, всегда, всегда спрашивают, ну, можно, можешь остаться там, открыт ли ты для OOT, ты всегда можешь сказать, нет, у меня планы, ну, конечно, на твоей совести останется, но, как бы, нет такого, что обязаловка какая-то. А, то есть, не бывает такого, что, вот, в какой-то момент все понимают, что проект что-то, что-то ой, и нужно всем покрячься, и по овертаймить, не бывает такого. Ну, я думаю, тут на человеческих отношениях, если, вот, ты, например, знаешь, что все, там, дедлайн через две недели, ну, скорее всего, ты не пойдешь дайки репить, там, на пляже отдыхать, поможешь ребятам, и чтобы в следующий раз к тебе относились, как, как понимающему человеку. А представляешь, ты такой на начальном этапе заложил, там, все это все, там, всем рукой махнул, ребят, но дальше сами, и все овертайминг, такой уходишь и чувствуешь, что тебя все ненавидят, вся студия. Да, да, ну, я думаю, уходить, когда все еще сидят, ну, я вот был удивлен, я когда приехал в метод, реально, вот, особенно, когда начало проекта, шесть часов, все как ветром ждывало, потом, когда начинались уже ближе к дедлайне, там, больше людей оставалось, да, я был удивлен, что можно встать в шесть мемори и пойти домой, и такой, я пошел, да, ну, ладно, один раз я пару раз даже сидел, чисто для себя делал что-то, чтобы, ну, успеть, закончить, и так далее, я никто об этом не просил, и потом на следующий день ко мне подошел координатор, говорит, о, ты вчера сидел, сколько ты вчера сидел, сидел часов, ну, я без задней мысли, ну, я там два часа посидел, а, ну, ладно, мы тебе, типа, запишем овертайм, то есть, ну, как-то по-человечески, ну, с пониманием, вот, ну, не приветствуется, если ты сам засиживаешься, и тебе, ну, без оправленного оти, овертайма, ты что-то сидишь, что-то там ковыряешься, тоже не очень приветствуется, типа, ну, если это оплачивать, по поводу для подозрений в профессионализме, то есть, если человек сам сидит и в овертайме постоянно, но он не просит овертаймов никаких, да, не говорит, что давайте мне заплатить, он все время пересиживает на один часик, на полтора, не могут ли в это время начать косо на него смотреть и говорить так? Я, когда пришел в Динек, мой коллега, концерт-художник, постоянно перед уходом 6.00, говорит, что ты сидишь? Я говорю, да вот хочу сделать себе, ну, я первый месяц, я хочу показать, что я не самозванец, ну, ладно, ну, блин, ну, ты так не делай, ну, как ты так сказал, что, типа, это классно, да, но, с другой стороны, это же командный труд, да, ну, то есть, если ты будешь упарываться, там, как спринт, бежать, месяц ты выдержишь, ну, и от тебя будут потом это ожидать в последующие месяцы, поэтому лучше, как крейсер, двигаться в одной и той же скорости, вот, и выдавать предсказуемый результат, чем, ну, бежать, потом отдыхать месяц, и, ну, невозможно себе прийти после таких кранчей, вот, поэтому его идея, его месседж, ну, поцел, был, что, типа, вот ты сейчас работаешь, ну, там, для себя, да, это и аффектит нас, потому что, ну, мы же тоже должны будем стараться, так же упарываться, вот, комфортнее работать просто в одной скорости, и всем, все довольны, все, все комфортны, вот. Да, это как трафик на каком-нибудь шоссе, когда кто-то несется с большой скоростью, он сбивает весь поток. Да, по обочине, ему все бибикует, и не нравится. Что бы ты посоветовал самому себе 15 лет назад? Я в одном из интервью уже слышал такой вопрос, и какое-то время даже думал над ответом. Вот если они меня спросят, я отвечу им так. Если они меня спросят, я вот скажу, что они такое умное, прям, что все офигеют. На самом деле, просто уверенности, наверное, не хватало, и вот, ну, чуть-чуть поувереннее, что, типа, ну, не так все страшно, везде люди сидят, которые такие же, как ты, но просто, ну, у них немного больше опыта. Вот. И все, в принципе, возможно, если, ну, ограничения у тебя в собственной голове снять, то все, в принципе, возможно. Ну, как-то, да, такой вот совет бы себе дал. Ну, и биткоин купил, купить нужно, да, тоже. Мы тоже заготовлены шутками, очень смешные. Коль, спасибо тебе огромное за то, что нашел сегодня время, в воскресенье. Спасибо, что пригласили, это безумно приятно, не часто заводится интервью проходить, очень, очень круто, спасибо. Слушай, но в отличие от других заваленных тобой интервью, это интервью-то прошел. Приятно слышать. Спасибо. Огромное. Ребят, подписывайтесь на канал, надеемся, что вам было очень приятно и интересно пообщаться с Колей. Пишите, задавайте вопросы, мы их все, Коля, обязательно перешлем. Спасибо, Коль, спасибо, Костян, и ну, и спасибо мне. Все. Всем удачи. Счастливо.